Всем привет! Давно не выпускал видео про свой велосипед старт-шоссе. Вот он. Сегодня я буду... Что делать? Сегодня я буду в рулевой колонке менять подшипники. Сейчас я ее разберу, посмотрите как. И вставлю туда новые сепараторы вместе с шариками. Ну то есть заранее купил зимой, сейчас май месяц. Смотрим. Берем обыкновенный семейный ключ. Цена 30 копеек. Видите, это еще советский. Открутили колонку. Вот это держатель тросика. Вот он, переднего тормоза. Все это освободили. Теперь надо открутить верхнюю гайку. Открутить сам болт, который затягивает рулевую колонку. Вот такой у меня есть ключ на 14, который обхватывается, чтобы не сорвался. Ах ты! Хорошо затянут. Есть вот такой медный бородочек, или как правильно назвать его? Стулка. О, зашевелилось. Оп. Так просто не сдернешь. Придется откручивать. Придется откручивать тросик. Вот этот вот, который делает же тормоз. Потому что тормоз затягивает на себя вот этот держатель. Двумя ключами на 10 отворачиваем. Можно даже, наверное, вот так сделать. И теперь легко можно откручивать вот эту гайку. Видите, она даже от руки идет. Эту колонку я уже на нем лет 8 езжу. И ни разу не разбирал. Придется побрызгать ВДшкой. Очищу резьбу металлической щеткой. Потому что здесь за годы столько мусора, что она еще из-за него плохо идет. Вот смотрите. Там внутри видно колесо. То есть вся грязь, которая, если мы катаемся, колеса летит. Вся грязь идет в рулевую. Мало того, что она отсюда грязнится в подшипнике, она еще изнутри. Резьбу щеткой почистил. Теперь эту же резьбу смажем ВДшкой. Пока стоит, уберу смазку самой рамы. Пробую отворачивать рукой. Не очень-то. Надо сказать, совсем другое дело. Даже ключом намного легче. Пусть туго, но не закусывает. Он уже, по-моему, шарики вываливается. А то не видите, шарики абсолютно сухие. Но не зря она у меня поскрипывала. От руки никак не идет. Чашка, которая затягивает верхний. И вот он сам. Сепаратор. Видите, ржавый даже. Приподнял. Тут никакого сепаратора нет. Грязи полно. И все шарики сразу высыпались. Просто вот так вот. И вот она вилка в сборе, так сказать. Все это надо будет почистить. Здесь промыть растворителем, аспиритом. Резьбу промыть. Естественно, промыть вот эти чашки, которые прессованы. Вот эта чашка болтается. Вот она. В раме. Не знаю, может придется ее как-то уплотнить. Перерывнул я велик. Смотрите. Смотрите, сколько здесь грязи. И самое главное, что сухо. Решил я чашку выбить. Вот так вот. Опять же, своим медным бородком. Легко она выходит. Слишком легко. Поэтому, наверное, буду чем-то уплотнять. Чашку мало-мало помыл. Смотрите. Вся она тут изношенная. Видать, крутилась, вертелась. По-хорошему, конечно, бы новую. Но в данный момент новой нет. Но будем искать. Поэтому сейчас я ее замеряю, запишу. Какой внутренний диаметр. Здесь вот наружный. И может быть что-то найду из нового дела. Может быть оригинальное где-то. Само-посадочное место здесь 30,8. Оно по-разному. Вот в этом месте 30,6. А в раме 30,9. То есть две десятки прослаблены. Ну, поэтому оно так легко у меня входит-выходит. Вот видите. Нашел я фум-ленту. Буквально один виток сделаю. Как вам сказать, не фонтан, но не крутится. Ткать мне теперь можно. Прям даже плотно можно сказать. Примерим новые подшипники. Вот такие вот подшипники были куплены. И они не лезут. Эти подшипники чуть побольше по диаметру. 40 миллиметров. Старые 36 миллиметров. Отмываю посадочное место подшипника рулевой. На самой вилке. Видите, тут почему-то терлось. Вот это место терлось. Может быть из-за того, что шариков маловато. Может плохо затянуто было какое-то время. Следы износа налицо. Все почищено, помыто. Шарики родные. Оказались абсолютно одинаковыми с теми шариками, которые я купил. Новые. Просто сам сепаратор больше. А шарики абсолютно одинаковые. 3,995. Что делаем теперь? Теперь наносим смазку. Для шрусов. Я взял смазку для шрусов автомобильных. Нелитол, не солидол. Именно для ходовой части автомобиля. Чтобы она не уходила оттуда. Чтобы отталкивала влагу. Как пишут про нее. Вот такую. Мобил. Или вернее даже не мобил, а бипи. Здесь было 15 шариков. Как я насчитал. Лежали они без сепаратора. Нижняя часть. Нижний подшипник. Вот оно место у меня уже готово. И укладываю теперь шарики по кругу. Смазка служит так же, как удерживает эти шарики на своем месте. До того момента, пока я не установлю вилку. Уложил я сюда вместо 15, которые шарики выпали. Уложил 22 шарика. Тут не хватало. Вот поэтому этот износ был у вилки. Вот он видите износ. Потому что шариков не хватало. И она перекашивала на одну сторону. Поэтому износилось и посадочное место вот этой чашки, которую я укладываю. Потому что постоянно шел люфт. Удары вот эти шарики. Все. Сейчас мы вставляем вилку. Всего-то вот ход даже 360 градусов нет. По-моему, только 180. Нет, чуть больше. Представляете? Теперь надо нам перевернуть велосипед, чтобы потом сюда. Хотя сюда можно сделать... Тут уже сепаратор у нас готовый. С новых вот этих вот подшипников. Шарики расхождения в их диаметре гораздо больше, чем старые. Нанес я на гайку, которую буду затягивать. Она же чашка верхнего подшипника. Нанес я смазку на нижнее посадочное место. Эх ты! Выпадывает и все. Вот так вот мы ставим его. Все, прилипло. Желательно, конечно, чтобы она от руки шла. Удивительно, но гайка зашла от руки. Ну, то есть я почистил, открутил ее при помощи ключа. И назад она зашла от руки. Смотрим, чтобы не было люфта. Колонка ходит отлично. Никакого люфта даже близко нет. Отлично. Вблизи покажу. Вот видите-ка. Здесь тоже. Это нижняя чашка. Сейчас у меня велик перевернут. Это верхняя чашка. Все, можно переворачивать велосипед. В принципе, собирать. Ну что, я руль вставил. Сначала положил тут шайбочку. Такую проставыш. Здесь держатель для тросика. И пока еще не закручивал. Сейчас сначала я руль утоплю. С помощью вот такой медной. Чтобы не портить хром. Где-то вот так у нас было. Все, теперь надо ключ на 14. Я попрошу своего ассистента подать мне ключ на 14. Спасибо. Ассистент это Лариса. У нас же канал Юрия и Лариса Иванова Лайф. Поэтому мы стараемся все делать совместно. Как детей, так и работу. Затягиваем. Затягивать надо с таким усилием, чтобы потом руль не уходил на кочках в сторону. Осталось затянуть вот эту вот контрагаечку фасонную. А, и еще тормоз накинуть. Сейчас крутится. Мне уже так больше нравится. Осталось на место установить тросик тормоза. И все, можно в путь. Рулевая собрана. Смотрите. Никаких скрипов. Никакой болтанки. Все отлично. Ну, теперь в путь. Продолжение следует...